Всем привет, дорогие друзья! Большой большой привет все еще из Сочи и на месте мне не сидится. Вы знаете, я вам в предыдущем видео говорила, самое мое любимое место это Эмеритимка. Мы сегодня будем с вами оценивать сравнение с Сочи, вот где лучше все-таки поселиться, жить, если вы приехали на отдых, особенности летом. Я нашла, ну, довольно-таки бюджетненький, как мне кажется, отель. Называется он вот так вот, Рифос. Сняли мы его, да, сняли мы его на одни сутки с мамой для того, чтобы спокойно погулять по набережной, никуда не торопясь, вечером сходить на шоу поющих фонтанов. В общем, будем сегодня с вами гулять. Ну, а для того, чтобы не нестись домой на ужин, там, ну, на такси мы сейчас доехали 800 рублей. Сюда поездочка нам обошлась. Так, ладно, давайте все, что касается отеля. Отель Рифос. Находится он, получается, это вторая линия от моря. Но море здесь прям совсем рядышком. Вот здесь вот, сразу за вот этими палаточками, там уже море. Мы сейчас с вами посмотрим и здесь территорию, здесь бассейн с подогревом, но он нам не нужен. Встречает нас здесь какая-то коровка. Ну, и такое здесь все уже современное. Сейчас мы в санатории Металлург. Это памятник архитектуры. А сейчас попадем с вами в современное пространство. Здесь нас встречают зонтики, если вдруг кто-то их забыл. И есть даже аквариум. Ну, сейчас заселимся с вами быстро. Корпуси. В этом корпусе у нас только два номера ресторанов. А, два номера. Пара ресторанов. Ага. Так, а у нас карточка какая-то, да? Ага. Так, ну, смотрите. В третьем корпусе. Ага. Лифт есть? Лифт есть. Слава Богу. В общем, дали нам карточку. Хотела нас девушка проводить. Я говорю, ну, мы уж как-нибудь справимся. От ресепшена две минуты. Третий корпус. Но, чтобы на завтрак попасть, нужно одеваться. То есть, нет здесь прямых переходов. Вот это, конечно, не очень хорошо. Так. Ладно. Мы здесь всего лишь на одни сутки. Куда пошел? Поэтому, да. Нам не страшно, что мы будем ходить одеваться. Мы вообще приехали чисто погулять. Ну, давайте посмотрим номер. Что он из себя представляет. Слушай, надо было попросить две раздельных кровати, да? А, они здесь и есть две раздельных. Они просто заправлены не так. Сейчас можно попросить, чтобы они их расставили. Или на одной будем спать? На одной придется. Нет. Почему придется? У них это две кровати. Их просто нужно по-другому застелить. Так. Что представляет из себя номер? Номер обычный, стандарт. Стоил 5000 рублей на двоих с завтраком. Завтрак здесь по меню. Мы это все завтра посмотрим. Здесь есть даже диванчик. И вообще хочу сказать, что комната довольно-таки просторная. У нас в Металлурге комфорт. Наверное, также по... У вас больше комнаты? Ну, чуть-чуть побольше. У нас нет вот еще дополнительного диванчика с тобой. А здесь есть. То есть, ты можешь здесь посидеть. Можно здесь. Здесь очень большое рабочее место. Я считаю, вообще просто шикарное. Есть холодильник, телефон, большая плазма, телевизор. Очень удобно, что есть чайник в номере. Есть чай мацистинский, чашки, кулер. Это прям очень хорошо. В каждом номере здесь есть... Откуда раздеваешься? Может, гулять идем? Ага. Так. Будет он петь? Ну, сейчас зайду. Давай, хорошо покажу. Давайте посмотрим сразу же душ. Душевую и ванную комнату. Здесь. Неужели это щетки зубные? Представляете, даже есть зубные щетки с маленькой зубной пастой. Не во всех пятерках Турции есть такое удовольствие. В Риксисе... Во всех. Да ладно. Зубные щетки? Ну, то есть, как бы, вот это все понятно, все есть. Но зубные щетки далеко не во всех отелях. Есть бритвенный станок, мыло. Насчет шампуня, не знаю. Большое зеркало. А, шампунь здесь, девочки и мальчики. Огромное количество на любой выбор. В общем, при относительно недорогой стоимости за размещение, то есть, ну, я считаю, что 5000 – это недорогой номер на двоих. Условия более чем комфортные. Есть стаканы, есть кружки, есть чайник. У нас, допустим, в Металлурге 8200, но у нас, конечно, завтрак, обед, ужин. Ну, поверьте мне, здесь проблем с завтраком, с обедом, с ужином нет. Значит, что еще я важное не сказала? Здесь есть халаты, есть тапочки. Во всех номерах – стандарт, нестандарт, люкс, не люкс – есть халаты. Есть дополнительное одеяло, есть дополнительные подушки. Огромный шкаф-гардероб и огромное зеркало, кстати. Как я выгляжу, мне постоянно спрашивали, на как ты выглядишь, почему ты себя не показываешь, вот не помещая зеркало, поэтому не показываю. Но дело в том, что здесь еще вот что-то у меня не был указан балкон, но, походу, здесь у нас еще даже балкон есть. У нас есть даже с вами балкон. На балконе есть сушка, ну, стульчики такие обветшалые. И выход у нас куда-то во двор, на садик и на бассейн. Вот мы сейчас с вами выйдем, конечно же, на набережную, собственно говоря, ради этого мы с вами сюда и приехали ради набережной. И что я хочу сказать. Вот меня спрашиваете, Лена, где остановиться там, какой санаторий посоветуй. Вот если вы едете летом сюда, и даже не летом, и даже вот сейчас вот просто сюда приезжаете, вот я бы лучше остановилась в таком месте, чем у нас. Потому что вот эти километры пути наматывать до номера в металлурге, то есть это памятник архитектуры, старинное такое здание, 56-го года, по-моему. И оно, но не приспособлено. Тут это все пешком, 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 пешком. Здесь хочется походить по набережной, но не по санаторию вот так вот ходить, витей и вата. Это первый момент. Ну и второй момент, как я уже сказала, и меритинка – это прямая поверхность. Не надо в горы. Если надо в Сочи, то можно съездить. Ну и пойдемте, собственно говоря, гулять, то ради чего мы сюда приехали. Видите, здесь есть еще гладильная доска с утюгом. И вот какой-то такой, я сказала, что перехода нет. А по всей видимости, здесь есть переход не по улице. Ну, в смысле, он по улице, но между корпусами. Если вы не хотите на ужин, допустим, одеваться, то, наверное, можно как-то здесь пройти. Подожди, куда мы вышли? И дальше, может быть, еще проход здесь? Нет. Нет, вниз здесь только спускаться. Кроватки, какие-то открытые номера. Это вот, наверное, большие какие-то номера. Посмотреть еще стандарты. Открытые. А, это двухкомнатные. Даже двухкомнатные здесь есть. Но, понятно, сейчас не сезон, и сейчас есть свободные. То есть у нас проход во второй корпус здесь. А почему же у меня садимая? Ну, через улицу. Потому что здесь все равно мы в первый не выйдем. Корпус. Первый не выйдем? Мама нашла для себя библиотеку. Здесь есть. Свет здесь не включен. Но здесь есть библиотека. Можно книги взять, почитать на вечер. И есть еще стиральные машины. Можно еще постираться. Постираться в случае чего. Вот. Такой отель я вам советую. Вот искренне, как бы для отдыха летом, я считаю, что более чем. Вот такие вот тут три корпуса. Давай сейчас подожди вам здесь секунду. Я пойду быстро покажу, что там еще есть. Здесь внизу балкончики. Тоже удобно, что можно посушить одежду. Ну, и здесь вот такой вот бассейн. Какой-то здесь было написано подогреваемый бассейн. Я не знаю, он сейчас работает или нет. Ну, и сейчас самое главное – это расположение этого отеля от моря. Еще помещение классное при входе. Но самое-то, что интересно, где бы я вас не вводила в заблуждение. Так как сейчас не полностью загруженный отель. Не из-за того, что мы блогеры. Они понятия не имеют, блогеры, не блогеры. Здесь на блогеров всем начихать. Наоборот, от них шарахаются, как от заразы какой-то. Нам, оказывается, повысили категорию номера. Поэтому я удивилась. Вроде я бронировала, там балкона не было. Стандарты все-таки здесь без балкона. Они ничем не отличаются, но без балкона. Теперь показываю самое главное. Я смотрела обзоры на ютубе, и никто почему-то не показал. Вот он отель, Рифос. Вот мы вышли, вот мы перешли через дорогу, и мы на набережной. То есть, ну вот, две минуты, и вы на набережной. Это очень хорошее и очень удобное расположение. Улица вот эта называется, Нижняя Меретинская улица. Вот это у нас 141-й дом. Здесь еще, я смотрю, огромное количество разных гостевых домов, отелей. Мы потом с вами пройдем. Сейчас, пока солнышко не хочется терять. И я вам покажу, какие расположены рядом дома. Ну, а мы то ради чего. Вот, кстати, такие же кепочки, как у меня. Разные гучи. Ну, это здесь актуально вечером. Сейчас-то солнце светит. Понятная красота. Мама, а здесь не стой здесь? Может кто-нибудь проехать? Или здесь запретили сейчас ездить? Раньше гоняли вот по этой дорожке. Это дорожка для транспорта, по которой ты идешь. Так, ну и мы с вами на Нижняя, ой, в смысле, ну да, и Нижняя Меретинская. Это у нас набережная. Здесь огромное количество разных кафешечек. Вот там, в той стороне, Олимпийские объекты. Мы сейчас, наверное, в эту сторону с вами и пройдемся, посмотрим. Или в другую сторону. Там, где гостиница Рэддисон, там находился отель бархатные сезоны, в которых не бархатные сезоны. Сириус, по-моему, он назывался. Слушайте, надо уточнить, не помню. Мы с вами останавливались в глубине. Так, в какую сторону путь будем держать? А я хотела посмотреть, сколько нам до Олимпийских объектов. Ну, зачем? Ну, вечером пойдем на фонтаны смотреть. Ну, ладно, разберемся. Пойдем, ладно, хорошо. Пойдем от ветра. Так, в предыдущем видео я вам сегодня показывала, какие были волны в Сочи, в городе. Там, везде, в Сочи стоят волнорезы. На волны приятно, конечно, там любоваться. Тем более, это мое самое любимое занятие, любоваться на волны. А здесь, вот вы приехали на отдых. Вот, напишите мне в комментариях, что для вас важно. Здесь вот эта набережная, она длинная, 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 нет ей предела. Она широкая. Здесь можно покататься на велосипеде параллельно улице. Можно покататься, погонять на самокате. Раньше здесь самокаты тоже катались. Сейчас, насколько я знаю, запретили. Здесь огромное количество вот этих вот разных ресторанчиков у моря. Цены, конечно, так как это первая береговая линия, кусаются. Но, если вы зайдете вглубь чуть-чуть, там огромное количество столовых с вполне адекватными нормальными ценами. Кто зачем едет, тот, кто и посмотрит. Что можно здесь посмотреть? Вот, приехали вы, накупались, наотдыхали. А дальше думаете, чем заняться? Ну, во-первых, пойти посмотреть олимпийские объекты. Если вы там не были, можно прогуляться туда. Также здесь есть орнитологический парк, где собраны и растения, и птицы. Там разные беседочки. Не знаю, сейчас, может быть, маму туда отведу. Как-то насчет парка посмотреть с птичками. Или будем чисто вдоль. Ну, там это просто. Вот ты заходишь, и там сразу же парк. Это, в принципе, как бы идти отсюда недалеко. Ну, и, собственно говоря, наслаждаться здесь морем. Также, если пройти до конца этой набережной, ну, не до конца, практически до конца, есть парк здесь детский. Что-то там, совхоз за 50-летие, как это он называется. То есть можно погулять там. Может быть, до тут подойдем, посмотрим, покажем. И здесь нет предела для прогулок. То есть не надо ни в какие горки, ни на какие ступеньки подниматься. Вышли и пошли. Я вот сейчас не вижу, но, по-моему, да, впереди там есть. Здесь понятно, что сезон. Здесь появятся лежаки на прокат, будут на пляже. Сейчас пуфики вон там вдалеке. Сейчас мы с вами поравняемся. Красные пуфики в Сочи 200 рублей в час. Здесь не знаю, сколько стоит такой пуфик. То есть вы садитесь и принимаете солнечные ванны. И релакс ванны от волны. Смотрите, наслаждайтесь. Пляжи здесь чистые. Потому что это вроде бы, знаете как, в путевках... Ой, мам, ты видела какие-то там волны? Смотри, прям как гизер. Видела вон волны? Сейчас подойдем, посмотрим. В путевках здесь везде указывают, что это Адлер. Он как бы... И мама слушает внимательно. Но Адлер это то, что мы вам показывали в прошлый раз. Это где торговый центр, там, Мандарин. Более узкая набережная, где южное взморье. Вот это Адлер. Это Сириус. Вот эта вот вся территория называется Сириус. Сейчас ее назвали несколько лет. Эта территория принадлежит Москве. Официально эта территория. То есть отжали здесь у местного населения Москва. Она принадлежит Москве. Поэтому здесь современно все. То есть вот если Сочи это там уже много-много лет, то здесь все сделано по-современному. Все кафешечки, вся набережная. Посмотрите, какая здесь плиточка. Хотя говорят же здесь размывало все. Всю набережную размывало несколько месяцев назад. Или месяц назад это было. Везде кадры эти облетели, как затопило. Вот. А сейчас здесь все в идеальном порядке. Идете и наслаждаетесь. Природой и погодой. Вот здесь такой симпатичный очень ресторанчик. С кораблем. Не знаю, напишите вкусно кормят или нет, кто был здесь. Всегда находятся люди, кто смотрит и кто ориентируется, знает. Море де мор. Не знаю, во всяком случае интерьер у этого ресторанчика здесь. Довольно-таки привлекательный. На Эмеретинке. Пуфы стоят чуть дороже, чем в Сочи. В Сочи было 200, а здесь 250 рублей в час. Пуфик стоит, чтобы посмотреть. Здесь одна из самых дорогих гостиниц на этом побережье. Это Рэдисон. Как называется? Рэдисон коллекшн. А вот что случилось? Может быть мне сейчас кто-то из зрителей напишет? Слушайте. Сейчас расскажу вам. Так, что хочу спросить у зрителей. Раньше здесь был такой отель Эмеретинский назывался. Сейчас там понятно, что они тоже стоят. И они были подороже, чем все остальные, чем бархатные сезоны. Екатерининский здесь там квартал. Сейчас я вам покажу, про что я говорю. Вот. Он находится туда дальше. И я так почти хотела там остановиться. Стала искать там номера. Не нашла. Поняла, что его кто-то выкупил. Персонал с того отеля весь распустили. И теперь как-то они все называются по-другому. Вот кто что узнает про эту историю. Может быть кто-то уже останавливался там в других отелях. Напишите, как там сейчас. И вообще буду благодарна, если вы поделитесь своими какими-то находками. В каких отелях вы останавливались. Потому что мне сейчас часто пишут. Лена, подскажи, где с ней. Лена, подскажи, где с ней. Ну вот я бы в Рэдисоне остановилась. Если бы деньги такие были бы. Расположение. Первая береговая линия. Ну, правда номер стоит 20 тысяч. В сутки, по-моему, самый дешевый. Так, что касается нашего сейчас отеля, в котором мы остановились. Рифиса. Летом цены будут за номер 15 тысяч. Ой, какие здесь красивые волны. Полны просто обалденные. И кто-то, смотри, гребет, мам. Видела? Смотри, посередине кто-то гребет на байдарке. Самолет на посадку идет. Самолет на посадку идет. Смотри, а там в шортах играют в теннис, ребята. В шортах. Играем. Мама говорит. Ну, там же Красная Поляна. Говорит, в горах снег лежит. Вот мы с Ваней тоже выходили. Но мы-то, видишь, потеплее было, когда мы были. Тоже посмотрим на горы. А мы здесь рядышком за Рэдисоном. Слушайте, у меня вылетело из... А, Гамма Сириус. Во, Гамма Сириус у нас там назывался. Отельчик. Это пятиэтажные дома. Некоторые сделаны как квартиры, как апартаменты. Некоторые как обычные номера. Номера большие довольно-таки. Там прям комнаты по 18 метров или по 15. Ну, больше, чем у нас сейчас. И что там, какой минус поджидает вас? Это завтраки, если вы берете. Также есть. Можно и обед и ужин, по-моему, купить. Но на завтраки это что-то с чем-то там. Место не найдешь. Сами завтраки более-менее есть. Можно, но тоже такие же. Там кашки, запеканки, оладушки были вкусные. Но найти место, это прям вот целая проблема. Потому что людей отдыхает много. Столовая не очень большая. Ну, а если вы будете питаться где-то в другом месте, здесь кафешечек и столовых очень много, то можно. Расположение неплохое. Цена была хорошая. И в номерах убирались, в принципе, тоже нормально все. В общем, все по-современному. Вот самое главное, все по-современному. Вон там, видите, крышу. Вот это вот уже и есть гамма-сириус. То есть тоже расположение удобное. Вы прямо выходите и за 5 минут доходите до моря. Возле моря у нас сильный такой ветер. От воды всегда ветер больше идет. Здесь, видите, не пускают на самокатах, на набережную. И мы свернули куда-то с мамой внутрь. Сейчас я хочу ее привезти в парк, где птицы. Это мы вот сейчас, кстати, встретили Наталью. Она у нас из Иркутска. Мы с ней немножечко поговорили. Она сказала, совхоз. Совхоз 50-летия, да, сказала Наташа? Да? Да. Называется остановка. В общем, такой здесь небольшой рыночек. Помнишь этот рыночек, вспоминаешь? Или нет? Это уже дорога к Бридж-ресорт. Сейчас вот я как раз вам покажу этот парк небольшой. Вот здесь хвалили, вот в этом месте вкусная еда, говорили. Что кому-то нравилось. Мы здесь тоже с Ваней, кстати. Не здесь мы следующие ели. Ну, неплохо мы тогда посидели. Не на маленькую сумму. Пельменная. Вот здесь будет уже бюджетно. Вот вторая линия, вы вышли. Здесь уже можно будет посидеть бюджетно. Вот здесь уже есть, кстати, столовые. Я помню, мы отдыхали в Бридж-ресорте. Напротив у меня какое-то заведение было. Что там написано? Борщ, что ли, был? Все, Андрюха оттуда рвался. Слышишь? Да. У нас в Бридж-ресорте все было оплачено. Напротив столовая или что такое? Борщ было написано там. И он все туда рвался. А, здесь столовая тоже, кстати. Вот она. Тоже столовая. То есть вот здесь уже можно будет поесть по более бюджетной цене. А мы вот сюда вот ходили. Вот в этот ресторанчик. Его все хвалили. Что очень хорошая здесь вкусная еда. Но, в принципе, да. Еда неплохая была. Называется Ля Луна. Ля Луна. Официанты стоят все по стойке смирно. Ждут, когда кто-то придет. Мы только что с тобой за стола. А я хожу на тарелки засматриваюсь. Корейка свиная за 100 грамм. 250 рублей. А сейчас? И сейчас не узнаешь? Нет. Вот здесь у них дом культуры. Местный. Летом здесь... Ну, я-то недавно была. Машинки катаются для детей. Вот еще какой-то... Ну, тут кафе. Вот поесть. Понимаете, самое главное. Вкусно поесть. Чтобы потом не оплеваться. Чтобы потом не болел живот. А поесть-то можете здесь где угодно. Этих мест огромное количество. Совхоз России. Господи. Опять у меня были... Совхоз России здесь. Вот это место называется. Есть остановка транспорта. Остановка автобуса сюда идет. Из города. Совхоз России. Она, по-моему, у автобуса последняя. Который идет из Сочи. В городе Сочи. Я, знаете, здесь прям уже оживилась. Здесь такое все знакомое. Потому что я здесь больше жила. И в разных местах. И еще раз прошу обратить ваше внимание, что мы с вами идем по прямой. Понимаете? По прямой. И огромное количество мест, куда можно сходить по прямой. Вот он, парк детский. Если кому-то нужны развлечения для детей. Вот он. Находится природный, орнитологический. Нет. Парк. Кто-то мне писал, что Лена, посетите. Я здесь была уже неоднократно. Так как мы здесь жили в этом районе. То, соответственно, гуляли здесь частенько. Здесь ничего особенного такого, чтобы ехать из Сочи ради того, чтобы погулять по этому парку. Нет. Но если вы живете здесь рядом. Здесь комплекс бархатные сезоны. Вот он Бридж Ресорт, где мы жили. Там вот этот Гамма Сириус. Если вы рядышком живете и у вас есть время, допустим. Заметила, что здесь нет ветра. Что возле моря сейчас ветер очень сильный был. А сюда мы пришли. Здесь как-то немножко закрывается, видимо, домами или еще чем-то. Вот это вот, посмотрите все. Вот эти вот пятиэтажные дома. Это все гостиницы. Вот это вот комплекс называется бархатные сезоны. То есть это все корпуса отелей. И поэтому здесь вот размещение очень много разных вариантов. Можете как апартаменты снять. Какие-то есть с бассейна. На птичек пойдем тебе покажу. Вот здесь птички сейчас будут разные. Посмотри, вид какой. Отсюда открывается. Как будто ты в Швейцарии находишься. А ты в Сочи рядышком. Посмотри. Горы какие заснеженные. Красивые. Озеро. Птицы. Солнце светит. В эту кондитерскую. Здесь заходишь и тебя сразу сбивает с ног аромат вот этих булочек всех. Безема. Неужели их возможно съесть такое огромное? Или это на 100 грамм? Выбирайся, я тебе возьму иди сюда здесь застой. А то потом местнее будет. Какую ты хочешь? Вот такую. Со сгущенкой? Так, это... Может, с корицей? Не, мне вот эту. С сгущенкой. Сядись. И чай, да? Да. Хорошо. А я не знаю, какая из них самая вкусная. Все выглядят очень аппетитно. А я, наверное, с шоколадом. Красивые такие. Пироги. Очень симпатичные. Пирожное, картошка. 56,42. Как можно съесть такую огромную булку? Как ее можно самое главное укусить? Укусить, да, понятно. Съесть. Внутри тоже шоколад. Вкусная? Вкусная. Мама говорит, нам и ужинать не надо будет. Мама говорит, вы так далеко хотели с Ваней завтракать. А я говорю, ты посмотри. Ты сидишь, птички чиригают. На море смотришь. Тепло. Ммм. Хорошая мастер. Так, ну что, мнение мамы. Ой, да чего ж вкусным. Мне кажется, больше ужинать некуда. Ну да, булки прям такие. Масштабные. Масштабные. Ну и они вкусные. Они вкусные. Здесь очень вкусная выпечка. Так аккуратненько смотри, чтобы не было велосипедов. Ну, сейчас вот смотрю, их здесь практически нет. И вот что мне здесь нравится. Вышел и любуешься на закат. Вот все-таки я люблю, конечно, вот эту первую линию. Что не нужно никуда ехать. Мы не можем спуститься у нас там вниз. Потому что у нас там пляж закрывается. По ступенькам замучаешься вниз спускаться. Это реально так. То есть это, я не знаю, вообще подвиг просто. Спуститься еще ничего, а вот подняться. Ну, она может чуть потише. А здесь идешь вот так вот наслаждаешься вдоль моря. По прямой. Обзор видимости у тебя здесь такой колоссальный. Завтра, я надеюсь, пока мама будет отдыхать, я хочу до границы с Абхазией доехать. Но здесь плохо, что теперь уже вдоль берега не проедешь. Нужно там по соседней улице ехать. Но меня это не останавливает. Хотела, знаете, шли-шли. Было пустое пространство. Как только поравнялись с пляжем Редиса, я решила вам снять закат на фоне вот этих балок. Ладно, сейчас мы их пройдем. Надеюсь, что солнце еще не сядет до тех пор, пока мы с вами дойдем туда. Ну, прям такие вот, знаете, лучи вот этого вот закатного солнца. Солнца, они самые-самые классные, скажи. Хоть бы завтра чуть-чуть потеплело. Ну, хотя, ну вот 13 градусов вчера было, ну, прям очень хорошо, если бы не было ветра. Но ветер и дождь сделали свое дело. Я всегда любуюсь вот этой вот территорией Редиса. Конечно, территория у него шикарнейшая. Тоже все по прямой, ну, и тоже все для туристов. Ну, даже, как это сказать, для гостей, для гостей отеля, скажем так. Что вот эти вот все зоны грамотно продуманы. И смотри, есть у них аренда велосипедов. Или даже не аренда, может быть, даже у них включено. Но судя по тому, что там есть стойка, наверное, все-таки аренда. А вот их пляж. Ну-ка пойдем-ка на их пляж сходим, посмотрим. Не хочешь? Я сейчас посмотрю сюда. В 17 время, вода 16 градусов, воздух 9. 9 градусов сейчас воздух. Лена, я хочу сейчас зайти до нашего. Так. Зайти две книжки. Так. Потом с тобой пойдем. Так. Понятно. А потом это закроется, может быть? Книжки? Нет, они там в постоянном доступе. Маме не хватает книжек. У нас есть при Металлурге библиотека. Но библиотека настолько старинная. Ну, вот мама все сиднее, Шелдон перечитывает. Я все книги прочитала. Ну, да. И Литвиновых все книги прочитала. У Стиновой все книги. Я их залпом. Донцовой вот эти вот все начальные книги, которые были, тоже залпом все глотала. Обожала детективы. Я обожаю. Нет времени почитать книгу. То я монтирую, то я снимаю. Это тоже работа, милая моя. Это не тоже работа, это работа. Многие не понимают, что это работа. То есть, я вижу вот картинку через экран. Потом вечером повторно ее вижу, когда монтирую через экран. Но мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. А то, что тебе доставляет удовольствие, работой не является. Потому что тебе это нравится. Но усилий требует. В общем, пришли мы в номер с мамой передохнуть. Сейчас шоу «Поющих фонтанов» в 6 часов начинается. Ну, быстро сейчас уже нужно будет посмотреть. Но номер нам с мамой здесь понравился больше, чем в «Металлурге». Здесь, может быть, знаете, подешевле мебель. Но он, во-первых, недалеко от лифта находится, прямо сразу же. Во-вторых, душ удобнее, чем у нас. У нас там вот этот поддон забираться и скользко не очень удобно. А здесь вот напрямую и не мокро. Хотя, не знаю, надо исследовать, но там спуск, слив есть. Ну, в общем, это более современный вариант. Мы-то живем, видите, у нас памятник архитектуры, а здесь вариант современный. Здесь вешалки нормальные, кстати, деревянные. Это очень хорошо. А у нас там тоже деревянные, но они все с прищепками для брюк. Не знаю, почему такое интересное там. И к кровати мы пришли, попросили, чтобы нам раздвинули. И нам их раздвинули. То есть, знаете, персонал очень доброжелательно встретил, понимаете, без всяких вопросов, расспросов. Нормально нас разместил. Кстати, кровать удобная, подушки удобные. Подушек две. В Металлурге просили с мамой подушку. Одну мама себе просила, там маленькая подушка, и ей неудобно. Не дали. Пообещали, но не дали. Сказали, наволочек нет. А здесь и так две подушки, и еще вон там наверху запасные две есть. И одеяло лежат. Слушайте, и все. И уже, и даже, знаете, после булла мы сейчас съели огромный, даже уже и есть не хочется. Мама говорит, куда же я есть буду? Некуда. Ну ладно, посмотрим сейчас после фонтанов аппетитно гуляем или нет. Вызвали, кстати, потеплело, или мне кажется? Нет, кажется. Как-то потеплело. Такси вызвали. В принципе, идти недалеко здесь, километр. Но туда доедем на такси, потому что мы сейчас уже опаздываем. Пойдем просто холодно. Таксист нас высадил вот здесь, вот в Сириус 24. 20-24. А видите, вон там у нас такая, типа, горки, стелла такая, да. Вот нам нужно с мамой дойти туда. Вальс. Позволите пригласить вас на вальс. Будем танцевать. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какое красивое колесо обозрения. Слушай, а сейчас еще даже оно катается. Там, знаешь, какие комфортные кабинки, не страшные. Можно спокойно прокатиться. В Москве у нас было, что порвались они. Ну зачем сразу думать о плохом, что что-то порвалось. Колесо очень красиво, с подсветкой. А я думаю, что оттуда вид открывается. Еще красивее. Сейчас, кстати, какие-то идут еще шоу там в парке. Я видела афиши. Не знаю, что за шоу. Но какие-то идут. Мы, можно сказать, в распоряжении весь ресторан наш. Даже настолько необычно, что не знаешь, куда сесть. Ну давайте сюда сядем. Дело в том, что с улицы его не видно. Отдыхающих мало. Сейчас посмотрим, что мы здесь. Можем перекусить. Так, ну что. Слушай, видимо, пользуется популярность ресторана. Так, мясо. Ого, шашлык из Гаянина. Тысяча триста пятьдесят. Но шашлык мы не будем. А, это мангальное меню. Мангальное меню не надо, это долго. Нам надо что-то такое, что по-быстрому. Судак. Паста, карбонара. Петчик мы заказали с мамой. Травяной. Какой-то сбор там с ромашкой, еще с чем-то. Но он такой совсем прозрачный. Ну, травяной, понятное дело. Кстати, на чаи здесь хорошая цена. На набережной были по шестьсот пятьдесят рублей. Вот тебе чаёчек. Мама туда добавила сахара. Но он хоть немножечко заварился. А то был сначала вообще прям вода-вода. Но и сейчас он такой бледненький. Не пахнет. Правильно, не пахнет. Ну, а на вкус что? Вкусный. Вкусный. Спасибо. Посмотрите, какая прелесть. Сюда он для створок. Нам, да. Один на красную меню, да? Один на красном. Ага, нам дали. Лена. Что это? Это перчатки. Нужно разламывать, галимоном их поливать и кушать. Самое главное – раковину не проглотить. Перчатки, чтобы у тебя руки, соответственно, не испачкались. Ну что, очень красивая порция. Надеюсь, что нам будет еще и вкусный кусочек хлеба. Слушайте, а я есть не хотела, кстати. Это вот для этих... Ой, понятно. Аж мед. Для вот этой вот... Для рака. Ну что, придется доставать мне палку. Будем вместе пробовать. Сейчас надену тоже перчатки. Сейчас. Мнение мамы. Мнение мамы. Мама, ну-ка. Пока я набираю перчатки. Уже. Ну вкусно. Вкусно. Самое главное здесь надеть перчатки. Так. Я, честно, всегда ела приготовленные мидии, уже очищенные. Вот что они будут вот в таком виде, как бы я не особо подозревала. Сейчас, подождите. Надо вас как-то пониже сделать. Или наоборот. О, все. Так вот. Вам видно. Мне видно. Что ты, мамочкин, скажешь? Так, разламываем. Разламываем мидию. Здесь у нее, видите, вот этот сливочный соус. А дальше нужно ее отцепить от раковины. Слушайте. Это очень вкусно. Я даже не знаю, что больше вкусно. Сливочный соус или самамидия. Но это очень даже нечего. Мне принесли глиндвей, но маму будет чай. А где ты нашла маленькую ложечку? Вот тебе. Мама изобрела. Давайте попробуем глиндвейн. Кстати, глиндвейн очень вкусный. Мама нашла способ. Что значит родители? Понимаете? Для меня не дошло. Вот так вот берете на ложечке. Самое главное не съесть ракушку. А ты лимончик это сделала? Нет, надо поливать. Вкусно. Протеин хотела вот идти. Мидийное место. Там говорят самые вкусные вот эти вот медии. Хлеб поджаренный. Порция вот этих медий стоит 800 рублей. Здесь есть за что отдавать. 800 рублей. Согласна? Особенно соус. Смотрите, всем советуем. Глиндвейн классный. Класс. Советуем. Такой получился счет у нас. Мидии 1960. Чай 350. Глиндвейн 480. 2,511. Мама говорит, ты вздыхаешь, вздыхаю от того, что переела. И глиндвейн выпила. У меня лицо такое, что сразу же моментально становится красным. От того, что вот, ну, видимо, какие-то такие. В общем, оделись с мамой. Ну, представляете, насколько удобно. Я вот все хвалила Бридж Ресорт. Слушайте, ну, вот этот вот отельчик, Рифос, еще раз говорю, называется. Это не реклама. Я платила деньги. 5 тысяч заплатила. Поселили в номер за 6. На Яндекс. На Яндекс.Путешествиях. У меня, кстати, везде ссылки на Яндекс.Путешествия. Меня всегда спрашивают, Лена, где бронировать. Я бронировала на Яндекс.Путешествиях. Моментально там оплачиваешь, приходит подтверждение, сюда приезжаешь, только паспорт и, в принципе, все. Тут же нас заселились. Так что смотрите везде на ссылки, нажимайте, переходите и попадете, посмотрите все цены. В общем, если вот кто-то едет, какая-то бизнес-поездка, едет, допустим, кто-то вот там на 2 дня, да, и неохота с собой брать там большую зубную пасту, там, брать с собой зубную щетку, да. То есть настолько удобно, что ты приезжаешь, зубная щетка есть, станок есть, халаты есть, тапки есть. То есть представляете, сколько всего можно с собой не везти, потому что вот здесь это просто-напросто есть. То есть чашки есть, стаканы есть, салфетки есть, то есть удобная постель есть, вода в номере есть. То есть это вообще, конечно, уму непостижимо. Балкон есть, свет точечный есть. В общем, очень-очень-очень понравился данный отельчик, взяла себе его на заметку. И, допустим, если выбирать Гамма, Сириус, вот мы с Ваней были, или такой отель, то я бы выбрала такой. Ну, хотя бы потому, что он расположен ближе еще к морю, чем тот очень уютный ресторан. Я не знаю, как летом. Конечно, нужно все смотреть летом, но в межсезонье более чем. Более чем. Вот это вот соседний, тоже соседний какой-то другой отель. Вообще здесь отелей много. Видите, тоже какие-то там такие же номера. И здесь еще, кстати, есть теплый какой-то бассейн. Завтра с утра мы с вами на него посмотрим. А сейчас... Холодно, закрой. Я закрыла. А сейчас мы... Кстати, кондиционер работает на отопление здесь, если что. Готовимся к отдыху, к монтажу видео. Мама читать себе взяла книжки в библиотеке, довольно счастлива. Книжки чуть более понове, чем в нашей, в той библиотеке. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. Сейчас покажу вам. Смотрите, мне так понравилось. Смотрите, халатик такой, все такое белоснежное, удобное. Как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока.